Мы выбираем, какую конфетку съесть. И всегда вот так вот. Егор тут, Оксана, Света, Маша. Выбираем конфеты. Аж кулёк порвался. Мам, уже конфета-то сочеталась. Ну, она растаяла. Просто свет положи её в морозилку, пожалуйста. Фантики даже кто-то съедает, а фантики сюда, видите, складывает. Вон, смотрите, что. Уже три фантика нашла. Кто так ест? Без фантика конфетка одна. А у нас есть там ещё какие-то крючки с конфетами? Коробки с конфетами. Чтобы все в одно место сложить и всё, нет. Там не то. Ну, вот такие вот. А тебя от двух сразу не порвёт? А, да, кстати, у Оксаны покажи губку свою. Уже прошло всё почти, да? Она не оторвала, она у неё сама отпала. Всем, кто кушает конфеты, всем приятного аппетита. Я себе сейчас кофе направлю, сяду монтировать видео. Поэтому вот такая вкусня. Сегодня у нас на улице морозит. Минус 20. Вчера было, конечно, холоднее. И сегодня буду пересаживать орхидеи. Обязательно. Света помыла всю посуду. Молодец. Только вот тут вот надо убрать. Это у тебя всё чистое, да, получается? Это всё убирать надо. А что там духи постояло? А я не знаю. А которые тебе с Германией прислали, пользуешься? Они лучше тебе, больше нравятся, да? Вкусный аромат. Так, ладно. Выбираем конфетку, пьём с кофе, монтируем видео, выпускаем. Всем добрый вечер. Посмотрите, какая красота на улице. Деревья стоят голые, правда. Вот так хорошо. На улице минус 20 мороза. Я иду пешком до садика. Так что вот как-то так. Окна все замерзают. Ёлочка у нас тут стоит. Тайсон! Тайсон! Покажись, чтобы за тебя не переживали, что ты всё в порядке. Света у меня убежала на танцы, а мы идём в садик. У нас вечер. Мы с мужем съездили в город, хотели курицу купить, но там, к сожалению, мы не нашли её. Зашли в фикс прайс, попросу, что купили. Влажные салфетки вот такие, пачку пускай дома лежит, понадобится. Также в фикс прайсе я взяла свой любимый зелёный чай, две пачечки. Взяли вот такую вот лампу себе взяла. С проводочком она заряжается, вот так вот светится. Такую вот лампу. Это мой подарок мне на Новый год. Сама себе купила. Потом батареечки вот такие вот купили. Муж себе взял, как всегда, рулетку. У него постоянно рулетки куда-то деваются. Насколько она метров? А, 5 метров она рулетка эта. Также он купил там же скотч. Дальше зашли у нас тут в магазин взяли вот такое вот сало он себе взял. Опять я не любитель такого сала, но он любит. Потом купили бананы в магните в городе. Два пакетика с бананами. Это со сгущенкой. Такие эти штучки. Да. Потом взяла масло сливочное. Ну, это спред. 5 кусочков по 32 рубля взяла. Последнее забрала, хотела больше. И 3 литра молока, чтобы завтра пюре сделать. Вот такие вот все у меня покупочки были. Так, чем планирую заниматься? Хочу сделать селедку под шубой. Достала селедочку, морковочка вареная, свекла вареная и картошечка вареная. Сейчас все это натру. И будем с вами делать салат. Ну что, приступаем тереть? Так, дорогие друзья, сделали мы со Светой селедку под шубой. Пока я рыбу чистила, Света мне сделала салатик. Я ее попросила, пока говорила ей, что как ложить. Вот такую большую тарелку мы сделали. Тут у меня еще осталась свеколка, морковочка. Селедочку на завтра, чтобы мне сегодня начистить. Немножко начистить, а на завтра еще буду начистить. Вот такой вот вкусный ужин у нас будет. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну а мы пошли кушать. Смотрите, как слои у салата видны. Картошка, там рыбка, потом морковка, свекла, майонез, картошка, рыбка, морковка, свекла, майонез. Классно. Многослойный вкусненький салат. Так, открываем мы постельное с Ильюшей. Эту постельное я им дарю. Но там, видите, в чем прикол? Я лоханулась немножко. Я размеры простыни указала огромные на двухспалку. И сейчас мы посмотрим. Я перепутала немножко. Рассветка, да, классная? Да. Вообще красивее. Мне надо посмотреть, какие наволочки и простынь. Простынь на резинке. Вот наволочки. Ну-ка, сюда. Ага, 50 на 70. Без молнии, да? Да, вот так же. Ну все, это нормальные. А у вас какие подушки? Квадратные. Вот. Нет, ну у нас тут. Пихнете? Да. Ну, расцветка мне вообще нравится. Ну-ка, простыни смотри. Это простынь. Вот она, да? На резинке, да, большая. Большая, да. Значит, налезет, да? Конечно, налезет. Скомкнул. Скомкнул. Это пододеяльник. Тоже большой. Большой? Да, вроде бы, смотри. Точно большой. Как на двухспалку, значит, мне дали все. Это даже очень хорошо. Да? А то мы переживали, что пододеяльник будет маленький, а простынь, вот такая вот на резинке, на двухспалку. Ну все, тогда я спокойна. Мне расцветка понравилась, я поэтому его заказала. Он, вот, держи так, держи так, держи так. Смотрите, какая расцветочка классная. Рисунок вообще классный. Все, все, все. А первое, что я тебе давала, расцветка же не полиняла? Нет. Нет, ну. А то некоторые пишут, что оно линяет. Оно такое же яркое осталось. Ну все. Это я подарила своим деткам постельное. Я подарки сразу Илье все отдала. Я не могу держать. Все. Ты сама сказала, там еще какой-то. Я тебе сегодня штаны с носками отдала. Нет, ты сказала, еще там какой-то вам. А, ну да, там, там потом. Ладно, вот такие вот у нас дела. А Егор там что-то за компьютером смотрит. Не снимай. А я тебя не снимаю, я компьютер снимаю. Вот так уберу. Да ну, меня. Я тебе серьезно говорю, вот тут компьютер. Там без разницы. Вот есть компьютер. Снимаю. Ты рекламируешь канал. А, там канал что ли есть? Не-не-не-не-не, это не реклама, это просто Егор смотрит. Реклама. Так, ладно. Ты где был? Руку на руку. Все понятно. Ты в курсе, что нас пригласили в гости? Куда? Снежанина мама. Мы с ней в магазине встретились. Снежанина? Она говорит, чтоб к нам пришли в гости обязательно. Мы дома? Да. Мы пойдем? Не, мы дома будем, а потом уже на следующий день можно будет 1 числа сходить днем. Нас двоих пригласили с папой. А можно я доходу? Я не знаю, там, Маш, там видно будет, хорошо? Там у них гости и так приехали. Да, там гости приехали. Куда вы еще маленькие дети будете по гостям ходить? Там видно будет? Ну, вы так маленькие дети. Вы, если что, потом он с Ильюшей в город на горку съездите. Я вам разрешу. Только с Ильюшей, чтоб он за вами смотрел. Да, Ильюш? На горку съездите. Снежана возьмете и все вместе поедете. Это горку-то не поставили. Не поставили? Ничего нету там. А что, нынче нету, что ли, горки? Ну, это отменили. А возле карусели хотели? Все отменили в этом году. Ничего не поставили. Селедку под шубой. А там еще это, вкусная со сгущенкой, штучку-бушку, что ли? Там очень много укусили. Да там, ну. Ну ладно, будем ужинать. У нас ночь. А мы упаковываем подарки. Кто чем ночью занят? А мы подарки пакуем для детей. Всем привет. Всех с наступающим Новым Годом. У нас время 12 час. И мы едем в город искать курицу. Вчера мы так, потому что ее и не нашли. А дети ждут курицы запеченной в духовке. Поэтому едем еще. А потом придем и будем с вами много-много-много готовить. Смотрите, какие красивые снегурочки. И Дед Мороз уже не медведь. Елочка правая, сейчас снегурит. Короче говоря, я в городе. Купили продукт, отправила мужа домой. Сама побежала. Мне надо в Цветочный зайти. Вот там, который стоит. А потом в Крепар. В Цветочный тоже надо зайти. Землю взять и на подарки кое-что. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Дорогие друзья, я уже приехала домой. Но сейчас я иду не домой. Я уже сходила додома, ставила пакеты. И иду поздравить свою подругу с Новым Годом. Потому что мы с ней несколько дней не виделись. Тут дела у нее были. А то она на работе, то дела. А сейчас я бегу к ней. Поздравлю с Новым Годом. И потом пойду домой готовить с детьми кушать. Всех вас поздравляю с Новым Годом. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего-всего самого хорошего. Ладно. Иду поздравлять подругу. Дорогие друзья, съездили мы в город, закупили с кое-какими продуктами. В первую очередь, давайте покажу. Я ходила до подруги, как вы знаете, сделала ей подарок небольшой. Ну, что я подарила? Я ей подарила мини-орхидеи. Фотографию орхидеи я вам оставлю в видео. Что подарила? А Женя мне в ответ тоже подарок подарила. Что она мне подарила? Она мне подарила духи на разлив императрицы. Огромное ей спасибо. Она знает, что я такие люблю. Дальше деткам она передала мандаринки. Вот пакетик. На Машеньку убирай. И вот такую вот подставку. Она в каком-то из видео у меня видела, что я хотела вторую подставку на Новый Год, чтобы фрукты положить. И вот такую вот красивую она мне подарила. Огромное, огромное ей за это спасибо. Дальше, что я купила? Здесь у нас в магазине я купила вот такие вот мандарины. Целый пакет. Также купила немножко яблочек. Яблоки, потому что быстро портятся, поэтому многое брать не стала. Также у нас купила здесь тортик. Тут елочка нарисована. Просто сейчас из-за того, что она запотела, там не видно. Но потом на Новый Год мы распечатаем, вы все увидите. Давайте вот это покажу. Купила в Магните йогурты по 34 рубля по акции были. Тут три вкуса. Подожди, Ваня, подожди. Детка взяла вот такие вишневые. Потом земляника, клубника. И такой, какой, Ваня, будешь? Какой? Ну, давай быстрее. Вот такой вот, да. Оксана, выбирай себе йогурт. Так, ты вишневый, да? Маша выбирает себе йогурт. Чё, она авокадо взяла? Света выбирает йогурт. Егор, ты чё выбираешь йогурт? Короче, деткам по бутылке йогурта взяла. Тут вот четыре йогурта осталось. Так, потом дальше, что я купила? Купила кукурузу. Две баночки. Горошек у меня дома есть. Ну, горошек у меня не любят, поэтому сильно не стала брать. Дальше, что купила? Соус по-грузински взяла. Баночку. Иди там, открой, попроси у папы. Также купила чеснок. Три головки будут закусочки дети делать. Купила три баны сардинки. Банки будут закуски делать. Один тебе, один Ильюшу в комнату унеси, пожалуйста. Также крабовые палочки взяла. Пять пачек взяла. Горчицу для домашнего майонеза мне понадобится. Также купила муж. Здесь у нас уже бутылку масла растительного, потому что у нас заканчивается. Взяла яйцо, 30 штук разных. Так получилось, почему-то разное. Ну, ладно. Потом четыре курицы взяла. Будем сегодня запекать в духовочке. Дальше. Маринованные огурчики. Вот такие вот взяла на разнорез. Но тут, оказывается, муж уже купил тоже в банке. Но ничего страшного, понадобится все равно. Морковку по-корейски купили. Взяла свежих огурчиков для закуски. И будем делать интересные рулетики. Поэтому, если вам интересно, то смотрите. Дальше купила зелень. Петрушка и лук. И немножко взяла квашеную капусту. Вот такие вот все у меня покупки. Но это не все. Сейчас покажу, что еще в холодильнике. Ну и так, что покупалось и ложилось в холодильник. Ну вот это то, что вот сейчас я принесла. Честно, еле дотащили. Ну вот такие вот покупки. Вот такие вот, ребята, у меня были покупки. Также сегодня я еще купила на подарки. У меня скоро будет день рождения. У моей любимой Криосной. Потом у знакомых. Вот такие вот мини-орхидейки. Вот такой вот фиолетовый. Я подарила своей подруге. Я сейчас достану. И, конечно, вам покажу поближе. И себе также взяла. Ну вот беленькие. И привезла еще также Ване подарок. Такие вот красивые они. Мини-орхидейки они. На подарки взяла. Мне кажется, любому будет приятно на Новый год получить цветок в подарок. Так. И привезла еще Ване подарок от моей подписчицы. Не буду говорить от кого. Ничего не буду говорить. И сегодня, знаете, зашла в цветочный магазин. Там такой большой выбор цветов. Я обязательно фотографии вставлю. Там просто огромный выбор цветов. Не пишите, что это реклама. Это не реклама, ребят. Просто вот. Знаете, такая красота. Я когда туда захожу, я прямо душой отдыхаю. Потому что там цветов много. Цветы я тоже люблю. Кстати, вот. Смотрите, какая красота. Вот такую вот я подарила своей подруге. Орхидея. Потому что она тоже обожает орхидеи. Но я помимо орхидеи еще люблю розы. Я вот все хочу потом купить. Но не сейчас. По весне розу. Красиво. Чтоб она у меня выросла большая. Ну ладно. Вот такие вот у меня покупки были. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Следующее видео будет уже с готовкой. И сегодня будут дети наряжать елки. Многие переживают, почему я не наряжаю елку. Потому что, ребята, нам ее ставить негде. Мы решили, что мы ее 31-го нарядим. А 1-го числа уже уберем. Потому что нам ее просто негде ставить. Поэтому вот так вот чисто нарядим. Чтобы Дед Мороз подарки-то под елку положил. Ну вот такое вот у нас видео. Прошу извинения за свой вид. Просто после шапки вот такая вот прическа. Мне кажется, любая женщина должна понять. Ну вот всем желаю, дорогие мои друзья, крепкого-крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Всех очень вас люблю. Я хочу сказать по поводу комментариев. Комментарии я не закрывала. Мне пришло предупредительное письмо от Ютуба. Я сегодня подруге даже показывала. Потому что я вчера расстроилась. Несколько раз включала. У меня опять закрывают комментарии. Я их включаю, у меня закрывают. А потом мне пришло письмо. Что если я еще раз открою, то меня заблокируют вообще. Поэтому, дорогие друзья, я сама открывать не буду. Если Ютуб откроют, я буду рада. Если нет, то прошу прощения. Но, честно говорю, я комментарии никакие не закрывала. Потому что я понимаю, что от комментариев это мой доход. И, честно, я не знаю, что мне делать. Я даже немного из-за этого расстроилась. Ну, а что теперь поделаешь? Ну, закрыли теперь. Будем надеяться, что откроют. У меня в этом месяце, потому что опять несколько видео удалили. Ютуб просто удалил несколько видео. Потому что на них поступили жалобы. На эти видео. Просто люди стали жаловаться уже на видео. И у меня удаляют эти видео. И доход падает еще ниже, чем до. Ну, не будем о плохом. Будем только о хорошем. Всем желаю крепкого здоровья. Прошу прощения. Прошу. Оставайтесь с нами, если вам это интересно. Всем-всем крепкого здоровья. Всех с наступающим Новым Годом. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok